МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать на другой жизни. Соскучились, и мы соскучились. Продолжаем сезон 2021 года. Как в прошлом видео я вам и обещал, на земле Ярославской. Мысль была какая. Зайти на место, где мы в том году, под конец года, и 2 января, шую собирали, собственно, подопнем. Ну, кто видел, тот знает. Потому что там она еще осталась 100%. Чайку заваривайте, пельмешки. Будем сегодня гулять. Короче говоря, зашли в лес, земля промерзшая, и снега где-то, наверное, больше штыка. Неожиданно. Хотя ехали, там везде не было его. В этом месте не повезло. Вот. Ну, соответственно, что? Есть у нас сегодняшний день и завтрашнее утро. Мысли были вот это место проверить, потом завтра мы хотим заехать, а посмотрели, ехали мимо. Еще одно местечко, где мы доходили, такой хороший домонгол в том, по-моему, году. Место единственное время, когда можно там походить, это вот сейчас, ранней весной, потому что потом там трава поднимается, начинаются клещи. Кстати, клещей пока не видели, хотя сухостоя много. И все, и там уже не походишь, а летом там заросли уже, главное. Вот. И еще какое-то место мы хотели проверить. А, перед деревней, перед одной поле, тоже оно заросшее травой, сейчас трава вся лежит. Мы, конечно, больше, конечно, в лесах хочется, но, к сожалению, пока... Идем от входа на дорогу, где чешуя пашни обнажилась. В том году, я перед зимой, я так понимаю, все-таки разборонили. Ну, или такая мелкая вспашка. Пока ничего нет. Вот. Но проверить нужно, потому что мы по этому полю никогда не ходили, а собирались давно. Вот. Отойдем до конца. Потому что там у нас по расчету в той стороне где-то должна была быть дорога. И там. Там мы ничего не наткнулись. Пока что не наткнулись. Вот. Вратно пойдем пролеском, потому что здесь солнечная сторона, здесь вроде ничего. За ветер разведяюсь, потому что только что снег вообще был. Ха-ха. Помело. Так, здесь пока находок нет. Пока вроде больше ничего нет. Что, пойдемте гулять? Айда. Прошли. По краю пашни. Нет сигналов цветных вообще никаких. Удивительно. Опять снег. Каскадами идет черная туча снег, потом солнце жарко. Промежуточные находки. Два совета. Квадрат и поздний. И подвесочка такая, как вишенка. Потом я уже не полезу. Покажу. Фух, да, с непривычки-то так тяжечко. И земля очень хорошо копается. Тетя Люба с короткой лопатой вообще мучается. О, что-то пи-пи-пи. Давайте вам покажем. Ну, хрена узнает, как это фигня. Очередной мусор. Ой. Нет, не только мусор. Нет, а вот сковырнешь сверху, то вроде ничего. Вглубь-то. Вглубь, да. Гуляющий, да, какой-то? Где-то сбоку. Еще в чернины. Откидывает начали. Нет, конечно, балдежно. Солнце там вообще тепло, хорошо. Верхоту, верхотура. Что это такое? Может, керял. Не знаю. Пломба. Не знаю. Какая-то фигня. Да, пломба. Очередная. Или пуля расплющенная. Пуля-пуля. Непонятно. Ладно, сейчас до машины дойдем, поедем на секретное домонгольское место. Вдруг что обломится? Тоже, кстати говоря, не факт. Ну, ладно. Хоть по чуть-чуть расхаживаемся. Ох, лесу, кстати говоря, классно. Клещей я говорил, по-моему, да, уже клеща пока не видно. Хотя многие говорят, что уже есть. Вот. Но я пока не видел. Вот туда, куда мы сейчас поедем, там дофига их было всегда. Итак. Перебрались мы с того места на заросшую поляну, которая будет сейчас зарастать, которая, я говорил. Ну, вот, кстати, трава лежит. Сейчас полезет клещ, пока не видели. Вот. И все, и сюда будет уже не попасть. А не плюс еще там какие-то трубы собрались закапывать, я не знаю, там тоже белых столбов. Нам туда не надо, вот вдоль этих холмов. Нам надо ниже. Первый сигнал. Вот это уже хорошо. Шумелочка. Это уже в зачет. Кубинчик. Кто не знает, шумящая подвеска. Очень старая. 11-13 века. Так, не вижу, что там, фокусируем. Бубинчит, наверняка бубинчит, вот, помыть. Ушко сломано, но это не важно. Вот это классно. Ради вот такой находки, в принципе, хотя бы можно сюда было и ехать. С первого сигнала. Вот, вот, вот. А здесь ходить только вот, я говорю, мы пробовали сюда втрое проезжать. Извинял-то хрен знает как, чернил. Вот такая жидкая, это ста-старьё. Оно звенит. Фольга и в чернил зачастую. Полазим. Вот как-то так. Сегодня подустали уже. Сосраньят. Втроя полазили. Внизу снег, короче говоря, еще лежит. Вот где основная вот у нас была. Здесь вот трактор что-то накатал. Я говорю, вон, белый столб поставили. Каналы какие-то, но у нас бомбическая находка совершенно. О! Знаете, как красавец. Блестит-то как. Ой, слушай, он там каким-то цветами играет. Ну, он гранюный. Согранка какой-то. Целый, ребят. Представьте, какие-то года. Суть по Сапутке. Как он сохранился-то тут. Андрей Хабар как раз нам сделал чудную коробочку. Как раз под колечки. Мы его заказывали, просили. Ну, вот чтобы с перстным. Ссылка в описании будет на его. Он, группу ВКонтакте. Он делает всякие штуки для хранения классные. Ну, и утром сегодня с ним созванивались. Он говорит, ты что, найдете, прикрепите. Ну, вот, чувствую, найдете, это. Ой, пришлите, говорит, фотки. Все, уже язык заговаривается. Пришли. Ну, шедевр. Вообще не за... Мне на мизинец налезает. Сломай. Тонкий такой. Все, вздынь. Не, на это, на это. Мы люди, как говорится, это. Особо не суеверные. У нас суеверие в другом. Земляного деда кормить и прочее. Машины катаемся. Ладно, у нас еще завтра день. Сейчас чуть-чуть походим. Пойдем отдыхать, потому что уже... Ящерица-то фига бегает. Что-то ни одну не засниму. Не успеваю камеру достать. Охренеть-то, да? Оп, новый день наступил. Мы выспались. Отдохнули. У нас есть часа четыре до отъезда в Нерезиново. Ну, как всегда и говорится. Оттуда мы уехали вчера. Мы сейчас туда и вернемся. Где-то монгольчики попадаются. Мы проверяем одну небольшую полянку вдоль реки. И сейчас покажу, что... Пока есть шанс. Пока есть шанс, да. Пока не всталась трава. Сейчас включусь. Первая находочка. Ух ты. Вот это сохран. Вот это патина. Нифига не вижу, что снимаю. Солнце лупит. 51-го года, 1800. Ой-ой-ой, хорошо. Вот такая красота. Птицы поют. Видите, здесь это не поле. Это просто лужайка. Когда-то, может быть, здесь что-то и было. Дорога здесь была. И вон в деревню она здесь. Ну да, вот туда налево. Вот. Трава здесь через две недели будет стоять тоже. Вместе с клещами. Лосиного, я извиняюсь за выражение, дерьма. Здесь столько. Но здесь и клеща всегда было дофига. Почему сейчас до сих пор никто не вылез? Вот я ни одного не видел. Вот на этих сухостоях его обычно грозди. Ни одного нет. Ходим по этой полянке. Точно, друзья, здесь посмотрим. Здесь абсолютно точно стояли дома. Домовые ямы. И вот, про что я говорил. По весне будьте аккуратны. Хорошо заметили. Это урочище. Это старый колодец. Он кирпичная кладка. Какой он глубины, бог его знает. Туда в высокой траве ухнуться. И поломать все, что только можно. В общем-то, как два пальца. Поэтому всегда, особенно где были деревни, где были какие-то строения, ходить аккуратнее. Потому что улететь можно куда угодно. Вот как-то так. Еще два совета нашли. Один из 68-го года, второй пятак. Пока больше ничего нет. Выходим минут 15. Интересно. Вон еще ямище какая-то. Здесь не видно. Здесь дорога вот прям рядом. Здесь вечные заросли. Ну да. Вечные заросли. А вот сейчас пока никого нет, трава лежит. Можно полазить. Вот я забрался на эту поляночку. В деревьях, где вот крупные деревья стоят. Ну это фундамент, ничто иное. Скопнулся вот здесь. И везде красный кирпич. То есть вот он, очерчивается. Что-то крупное какое-то строение стояло. Вот такую штучку, конинку нашел рядом. Очень много жести. Очень много. Поэтому искать практически невозможно. Да, ну короче, это прямо из-под домов. Здесь нужна сосная пирочка. А, все, вижу. Такую банку нашли. Из-под керосина. Наверное, да. Там со звездой. Видите? Прикольно. Ладно, перемещаемся мы на старые поляны. Здесь все ясно. Здесь прям несколько мест для шурфов есть. Прям бери шурфи. Добро пожаловать. Ну вот она, наша роща чудесная. И вот первая находка. Уже начинаем отбиваться от клещей. Все, да, клещи полезли. Уже. Любка сняла, сняла уже. Вот такая фитюлька. Бог его знает, что это такое. Но судя по цвету, штука старая. Может быть элемент какого-то украшения. Может быть еще что-то. Уже стремно ходить. Клеща много. И где-то там орут коты. Прямо орут. Чего орут? Я думаю, что они орут? А весна? Территорию долю. Долют? Долют. Ну, долют тоже. Это весна? Это сверху. Все сверху. Видно, как смывало. Тогда пахали. Фиг его знает. А, и трешку я сейчас нашел здесь вкус. Такой сигнал был, думаю, ну перстак вчерашний, не меньше. Такой же. Сигнал такой же. Три копейки тридцать второго года. Я пока на пляже. На пляже? Пока не бубнит. Да, и приходится осматриваться. Ну а что сделаешь? Все, видимо, последний раз в этом году мы сюда залезли. Быстро все. Главное момент поймать. Короче, смотрите. Полянка наша пока молчит. Ну и клещи. А враг. Следующая холмина. Дорога же не кончалась? Нет. Вот мы решили, короче, спуститься. Берег, скорее всего, свалился. Сейчас покажу. Вот речка у нас разлилась. Ну, она, естественно, шире была. Намного. Вот там, где мы стоим, была вода. Теоретически, либо был мост. Ну, не летали же они. То есть, чтобы попадать сюда, сюда. Или же они спускались вниз и низом. Ну, хрен его знает. Ха, на пойме нашли Николашкину монетку. Вообще, не за тем сюда, в общем-то, лезли-то. Но, опять же, это такие места, куда только сейчас можно попасть. Скажем так, сегодня. Ну, да. Усоко. Очень. Обратно на четвереньках полезем. Мне даже 20. Да не, прикольно все равно. Погода замечательная. Пойдем к речке. Дойдем. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Все-таки, наверное, подтверждается. Либо здесь они спуск, но это вряд ли. Скорее всего, здесь был мост. Уходил он, вот этот берег обвалился чуть-чуть. Ну, то есть, вот так и шел этим краем вот этой вот горы. Потому что, прямо вот под дорогой сейчас у нас огнище выскочило. Очередное. Да, смотрите. Та-дам! Смотрите, какая штуковина. Вот это бомба. Сейчас картиночку приклеим примерно. Какие-то годов и что это вообще такое. Ну, это подвес. Или серьга. Или серьга. Ну, для серьги очень тяжелая. Очень. Ну, значит, на височное кольцо навешали. А, могли, могли. Они вот так вот углом потом вниз уходили. Таким ромбом. Ну, он как и был. Вот это огнище, ребята. Вот зачем мы сюда и лезли. Все-таки, да, дальше она уходила. Значит, надо смотреть под склонами что-то. Здесь висюльки висели. Висели. Может быть, те же самые лапки гусиные. Запросто. Вот. Вот такой вот овраг. Так, сейчас еще глянем чуть-чуть и все, едем. Там же сил уже больше нет. Нам еще выбраться надо отсюда. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это положение вот этой дороги. Вот где кусты и дальше через овраг. Куда она уходила примерно. Мы ее нашли. И это радует. К сожалению, надо уезжать, а овраг надо смотреть. В следующий раз, не знаю, получится или нет. Находочки вы все видели. Было немного, но некоторые были очень зачетны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бубенчик, который бубенчит подвес. Кольцо. Подвеска вот эта старинная. Очень старинная, скажи. Это очень старинная. Некоторое количество монет, что, в принципе, тоже хорошо. Куча положительных эмоций. Несколько клещей. Ранние весенние комары, которые только что пытались меня покусать размером с муху. На этом заканчиваем это видео. Благодарим вас, что с нами ходите. Будем радовать вас продолжать в этом году тоже. Всем здоровья. И пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова